Сейчас мы приглашаем с приветственным словом Удивительного человека, члена Союза писателей СССР, лауреата Пушкинской премии, члена Федерации художников ЮНЕСКО в Париже, кавалера Ордена Кирилла и Мефотия, Ордена Владимира Дали, Юрия Михайловича Медведьева В адрес акции Юрия Михайловича вышло 35 альбомов, посвященных славянской мифологии и русскому народовению Без микрофона можно или нужно им готовиться? Как прикажете? С микрофоном Вот 4 ноября в Маниже будет большая выставка, посвященная тысячелетию России Но мало кто, кроме ученых людей, знает, что славянская культура, ей не одна тысяча, и не две, и не три тысячи лет В 1872 году под Киевом в 70 километрах обнаружили 150 курганов, один разрыли, потом стали еще разрывать Так явилась на свет трипольская культура Откройте вечером в интернете музей трипольской культуры и вы узнаете, что 6-7 тысяч лет назад, еще до пирамид, уже была прославянская культура Двухэтажные дома, крупные кофта, там ловили рыбу, ковали железо, охотничали, только не воевали Такая же культура и есть антроновская, когда Каин, даже где был наш президент, я не говорю Нашей культурой, кто-то читал Бориса Александровича Рыбакова, язычество древних славян Нашей культурой много тысяч лет Если бы в ту пору жили художники или художники, которые бы описали эту несеркнетную красоту, мы бы сейчас любовались их картинами Но поскольку живопись на Руси, классическая живопись, довольно поздно организовалась То нужно молиться небесам, чтобы они послали в Россию художника, который обладал памятью рода Родовой памятью, чтобы оттуда из-за кора времени он донес до нас примитивные образы того прошлого И вот первым на Руси, кто явился волею небес, был Константин Васильев Он прожил всего 35 лет и быстро, злодейски улетел на небеса После этого явился Виктор Королевов Его работы вот в топ-зале Он умер в 45 лет, от него осталось 280 дингов работ И уже вышло 4 альбома Вместе с Карл Кобом вот сейчас живет, действует гениальный живописец Борис Ольшанский Вот здесь Борис Ольшанский Просто смотрите Это его работы У него уже вышло 2 больших альбома в Белом городе Всеволод Иванов, живущий в Твери Сейчас уже около 150 работ Посмотрите в интернете Там сотни тысяч отзывов об этом гениальном художнике Это тоже Русь Пресветная, Русь Древнейшая, Русь Ко-Христианская Его друг и ученик немножко Александра Угланова Вот его, там отдельно есть в больнике его зал Он там же работает и пишет на тему христианской И на тему Руси Твернейшую Нелла Генкина в самом дальнем зале, с той стороны Она жила в Нижнем Нополе, сейчас живет в Москве Всего за четверть века я собрал примерно 450 работ Освещенный славянской мифологии И я надеюсь, что в Москве В промостровом будущем откроется музей славянской мифологии Если он будет татарской мифологией или якутской мифологией Он давно бы уже, конечно, не был открыт Но поскольку Поскольку главные революционеры после революции Запретили Карамзина Угрознили Академию художеств Сделав ее промышленными мастерскими Запретили преподавание истории И даже запретили союз пчеловодов Но, конечно, и война, которая выиграла половину наших мужиков Это все поспособствовало тому, что русский народ Оказался как бы на крайне замкнением пропасти И тоже сейчас усилиями нашего президента Мы за неплохость и пропасти выбираемся Это величайшее счастье Я надеюсь, что через год, через два или через три Я вас всех приглашу в музей славянской мифологии В красивом месте И мы вместе послушаем наши древние песни Послушаем звуки куги Это самая куга В военные годы, в постровоенных, когда был голод Молодые победы куги спасали мальчишек от голода Я сам в 1953 году еще ел молодую кугу Сама природа способствует возрождению нас, славян Жить придется долго Спасибо огромное, Юрий Михайлович Уважаемые гости Дело в том, что сегодня, в этот удивительный день Вы можете не только познакомиться с полотнами и образами Которые рождались из-под кисти удивительных творцов Но вы можете познакомиться и с самими творцами И мне бы хотелось пригласить сюда На нашу импровизированную мизан-сцену Удивительного художника Бориса Михайловича Нальшанского Добрый день, дорогие друзья Мне очень приятно встретиться с вами сегодня здесь Под сводами удивительных свод Это особняка Знаете, он создает такую атмосферу Как-то погружаясь в мир сказки По поводу такого средневекового города И очень хорошо, что вот здесь именно Выставленная работа на славянской тематике Они как-то вот эти стены подчеркивают Вот эту вот особенность вот этого направления Ну что, о себе могу сказать Работа, работа, да буду работать На тему славянских линк, сказок, преданий, истории Потому что эта тема немножечко выпадает Несмотря на все ее богатство На все ее разнообразие Выпадает из зрения художников Вот именно Русь дохристианская Потому что мало воспетана Хотя за плечами Руси это христианский На мой взгляд, в мое глубокое убеждение Не меньше нескольких тысячелетий Если даже десятков тысячелетий Потому что если брать Из битвари вот эти вот идущие корни Оттуда как-то мягко перешли В славянскую нашу культуру То есть это, по сути дела Совершенно не раскрытая тема И вот мне приятно, что Всеволод Иванов, Угланов Да и я Вот как-то работаем в этом направлении И пытаемся на базе каких-то таких Чисто посознательных, генетических корней Воспроизвести тот удивительный мир Который, в общем-то, в наши дни практически потерян И вот, несмотря на то, что он, в общем-то, забыт Все-таки усилиями, усилиями энтузиастов Усилиями людей, которые искренне любят Русскую культуру, русские традиции Все-таки удается покрупиться Но воскресить и показать людям Откуда они Зачем и куда идти Мы прикладываем в отличный ряд Прикладываем все силы для того, чтобы как-то Люди полюбили то прошлое, то забытое Как-то из Рима представляли быт, жизнь И вообще красоту и величие наших предков Так что спасибо, что пришли Смотрите работы Спасибо, что вы слышали Большое спасибо, Борис Михайлович Вот мы сейчас как раз находимся в зале С его удивительными полотнами А тот зал, который находится совсем рядом с входом на выставку Это зал Александра Борисовича Угланова Я думаю, что вы обязательно обратите на него также свое внимание Александра Борисовича мы рады будем сейчас пригласить сюда С приветствием, с новым уважаемым гостям Мне очень приятно быть здесь, участвовать в этой выставке Я вам, прежде всего, хочу поблагодарить всех организаторов Выставки, музеи, которые вам предоставили возможность выставить свою работу Мне еще приятно, как художник, встретить сюда шанс Хотя у нас здесь сейчас много встречи с ним Не всех художников Как вспоминаются те выставки Какие-то встречи, какие-то разговоры Мне очень еще и приятно И приятно, что приходят дети Приходят на покажи и по коленям Вы смотрят на это, если что-то из них Это чувствуется, что она продолжает Идать как будто дальше Мы не останавливаемся И еще, конечно, мне хочется поблагодарить Огромное спасибо, Александр Борисович Сегодня с ребятами мы действительно начинали осмотр выставки Именно с зала Александра Борисовича Углавного К сожалению, Всеволод Иванов Удивительный художник, который Творец тех картин, которые находятся у нас в этом длинном белом коридоре По определенным причинам не смог приехать на открытие этой удивительной выставки Тем не менее, мы рады приветствовать его представителя Кроведа Рассудкова Николая Николаевича Который также готов поприветствовать наших гостей Я хочу поздравить вас с большим праздником И это еще одна возможность собраться люди Которые знают, что такое традиционная народная культура Когда мы можем на голосовом уровне Вы только что участвовали в песне Когда мы можем просто посмотреть и ничего не говоря Получить ту информацию, которая нам нужна Которая нас ведет к добру, к дальнейшему развитию К дальнейшему улучшению жизни всей Севолод Борисович сегодня не смог приехать Потому что мы решаем вопросы Дальнейшего на более широких площадках Проведения таких встреч единомышленников Сейчас готовится большой проект «Лука моря» Где на большой площадке встретятся не только художники, музыканты Но и все те, кто занимается именно традиционной народной культурой России Еще раз хочу вас поблагодарить, что вы пришли на эту выставку Любуйтесь, радуйтесь, заряжайтесь энергией И будьте всегда с нами, как мы с вами Меня зовут Петр Сля Это первая моя выставка Дело очень ответственное Но как можно мы ввозим Соответственно Что еще? Не знаю, что сказать Хотите, получайте удовольствие Здесь такие мастера соборные Про себя я не говорю Про нас достающих рифмеев Выставка действительно вам много уникальная Интересная и познавательная Всем спасибо Здравствуйте Для Александра Друбиков Всем благодарен, что пришли на выставку Ходите, наслаждайтесь, просвещайтесь Вот и все, пожалуйста, что я вам хотел сказать Благодарю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok